Приветствую, друзья! Это IT News, новости из мира хай-тек. С вами Диас Аркенов. Поехали! Начнем с новостей зеленых технологий. Volkswagen не может удовлетворить спрос на электромобили и просит ждать до 2023 года. Только в Западной Европе и США компания собрала около 300 тысяч заказов. В СМИ пишут, что во всем мире за первый квартал продали более 99 тысяч электромобилей всех марок, входящих в концерн. Volkswagen. Электромобили Porsche, Audi, Skoda и, собственно, Volkswagen очень хорошо продаются в Европе. И во всем мире в этом году автоконцерн хотел продать не менее 700 тысяч электромобилей. Но геополитические проблемы усложняют логистику и усугубляют дефицит автокомпонентов. И, кроме того, вызывают рост цен на тяговые аккумуляторы, в значительной степени определяющие стоимость всего электромобиля. Крупнейший европейский поставщик автокомпонентов Bosch заявил, что планом участников рынка по производству 88 миллионов автомобилей во всем мире в этом году не суждено сбыться. Помимо дефицита компонентов на автопром продолжают негативно влиять локдауном в Китае, вызванные стремлением местных властей сдержать распространение коронавирусной инфекции. Впрочем, представители Volkswagen убеждены, что их бизнес по производству электромобилей все равно будет демонстрировать положительную динамику как с точки зрения объемов производства, так и по размеру доли рынка. Продолжим. Глава Мета Марк Цукерберг объявил, что в WhatsApp появились реакции. Сейчас количество реакций в виде эмодзи ограничено до 6 штук, но в компании пообещали, что позже реакции будут поддерживать все эмодзи и цвета кожи. В середине апреля WhatsApp начал тестирование сообществ. Они призваны стать более функциональной заменой больших групповых чатов с поддержкой различных инструментов. Речь идет в том числе и об обмене файлами групповых звонков на 32 человека, а также инструментах администрирования и модерации. Администраторы групп теперь также могут удалять чужие сообщения, а максимальный размер отправленных файлов увеличат до 2 гигабайт. В декабре прошлого года возможность оставлять реакции на сообщения в виде эмодзи появилась в мессенджере Telegram, и по умолчанию эта функция активирована в личных чатах, группах и каналах. При этом администраторы имеют возможность отключения реакции, а также могут выбирать, какие именно эмодзи доступны пользователям. Напоследок новости крипторынка. Магазины Gucci в США начнут принимать оплату в криптовалюте. На начальном этапе нововведение коснется торговых точек в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Атланте и Лас-Вегасе. А летом цифровой валютой можно будет расплатиться во всех магазинах бренда в Северной Америке. В том моде Gucci первоначально будет принимать 10 криптовалют, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Dogecoin и Shiba Inu. Первым в индустрии моды торговать криптовалюту начал интернет-магазин дизайнера Филиппа Плейна, который положительно отозвался об этом опыте. Цифровые активы принесли ему много новых клиентов в криптовалютном сообществе, и глава Gucci Франсуа Анри Пино заявил, что они и другие домомоды вроде Balenciaga имеют в распоряжении отделы по инновациям. Там изучают возможности, связанные с метавселенной и децентрализованным Web3. Но быстрых революционных перемен он не обещал и даже отметил, что у приема оплаты криптовалютой очень тяжелые юридические и финансовые последствия. Решение принимать платежи в цифровых активах говорит о том, что люксовые бренды пытаются говорить на одном языке с представителями молодого поколения, хотя это касается и не всех игроков. Исполнительный председатель французского дома моды Эрме Аксель Дюма недавно скептически отозвался о метавселенной как о способе заработать легкие деньги на ажиотаже. Gucci принес более половины выручки за первый квартал и дом моды мог бы заработать и больше, если бы не локдауны в Китае, где пытаются сдержать очередную фазу пандемии.